Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем ещё раз доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Можно писать нам в WhatsApp-е 2-3-0-6-1-9-1. Сегодня говорим о самоанализе. С чего я об этом вообще решил поговорить сегодня? Регулярно читаю различные медицинские новости, особенно касающиеся моей сферы. Я нашёл интересное исследование в Лондонском университете. Обнаружили, что пожилые люди, посвящающие хотя бы 10 минут в день самоанализу, то есть анализу размышлением о своей жизни, о своей работе, о своих отношениях с людьми, о своём поведении, о том, что их беспокоит. Так вот, обнаружили, что у этих людей шанс заболеть деменцией снижается, или, по крайней мере, наступление изрядно откладывается. У нас была достаточно большая группа, около 300 человек, по-моему, людей в возрасте около 70. И выяснили, что у всех тех людей, которых чем больше испытуемые посвящали времени размышлениям себя, анализу собственной личности, тем лучше были их когнитивные показатели, тем лучше была их память, тем лучше были их социальные навыки и тому подобные вещи. То есть, казалось бы, что такого сложного в том, чтобы подумать о себе. Вообще, что такое анализ? Я взял определение из Википедии. Анализ от греческого разложения, разделения, расчленения, разборка. Метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования. То есть, что нам говорит это определение? Это именно исследование. То есть, это достаточно безэмоциональное занятие в науке. То есть, неважно, мы анализируем анализ математический, химический или где-то ещё. Это, в первую очередь, логика работы интеллекта, не очень окрашенная эмоциями. Что, кстати, было подчёркнуто в этом исследовании, что анализ себя, самоанализ, должен был не носить характер осуждения или бесконечного какого-то оценивания. И, во-вторых, нужно быть спокойным и дружелюбным. Вот, спокойствие и без осуждения и критики. То есть, вот именно не зависть к соседу, почему у него там всё хорошо, а у меня вот всё не так хорошо, или какие-то, не знаю, легия по кладбищенским каким-то местам, что в обленности жизни печаль, или там вот бесполезность прожитого. А что, вот обычные люди, но предаются каким-то, или действительно это эмоционально как-то окрашено, то есть я смотрю на жизнь других, сравниваю с собой, и вот как бы это вызывает какие-то эмоции, зависть, гнев, осуждение, или печаль, может быть. – Я думаю, что мы вообще очень часто путаем понятия. Наибольшое, самое близкое, что мне приходит на ум, часто мои пациенты говорят о каких-то вещах, которые они боятся сделать, но мне интуиция подсказывает. Тогда я задаю вопрос, а как вы отличаете интуицию от тревоги и страха? – Мы начинаем размышлять, мы часто выясняем, что люди тревожные, люди боясь каких-то решений, их тревога, естественно, их удерживает от действий, удерживает от поступков. Но когда ты называешь это не тревогой, а интуицией, ты их вот все успокаиваешь. Это мне некое внутреннее понимание, нашёптывает, уберегает меня, не делая этого. И с анализом то же самое. Можно, конечно, самобичевание назвать анализом. Но, наверное, это будет не анализ. Потому что, когда ты себя критикуешь, ругаешь, осуждаешь, бичуешь, это уже очень эмоциональное занятие. Это уже исполнены критики и осуждения, а не понимание. Хотя, как всегда, можно найти объяснение, почему для какой-то жестокости вот девушка ради своего же блага. Ну, как родители, которые бьют своих детей, говорят, что это для их же пользы. И это было какое-то старое утверждение, которое много раз где-то цитировалось. Родитель, жалеющий для чада своего розык, не любит его. И многие также относятся к самим себе. То есть анализировать себя – это значит осуждать, критиковать или, наоборот, изо всех сил оправдывать, защищаться от чьей-то критики. Во всем этом есть такие эмоциональные движения, но нет попытки понимания. У меня часто этот диалог происходит с моими пациентами, когда говорят, ну, а почему человек не может анализировать свои проблемы психологические сам? Можно ли на себя размышлять? Я говорю, конечно, можно. Ну, входим в такой интересный вопрос, где пределы самоанализа и в какой сфере. Мы можем себя осознанно анализировать до определенных пределов. Более того, наверное, психотерапевты, психологи, психиатры, люди, которые являются профессионалами в образе человеческой психики и психологии, наверное, зная всяческие ловушки, могут анализироваться несколько глубже, чем не специалисты. Но всё равно у нас у всех есть предел самоанализа. Во-первых, там, где проходит наше бессознательное, то есть вещи, которые мы делаем бессознательно, границы бессознательные, то, что вытеснено в бессознательное, наоборот, когда приходят на помощь различные защиты, сопротивления бессознательно, когда мы пытаемся понять что-то, что нам очень неприятно, наше бессознательное часто защищается. А механизмы психологических защит, они многочисленные, очень изощрены. То есть в понятиях самого достаточно сложно их имеем легион. Поэтому у нашего самоанализа, даже у профессионального, есть свои пределы. И поэтому психотерапевты тоже периодически обращаются к собственным коллегам, потому что есть вещь, которую ты о себе понять просто не в состоянии, и только профессиональный взгляд со стороны тебе помогает. То есть даже психотерапевт должен обратиться к психотерапевту, но сам себя не может. Конечно. У него тоже есть пределы понимания себя. Поэтому самоанализ имеет свои ограничения, но он имеет право на существование даже в тех пределах, в которых он возможен. Вот это интересный вопрос. Если наши слушатели себе зададут, и мы сами себе можем задать этот вопрос, а как часто мы просто сидим и размышляем о себе? Не важно, сидим, идем, гуляем, думаем о себе. Вот как часто это происходит не на фоне идущего какого-нибудь сериала. Знаете, как люди говорят, ну пусть что-нибудь фоном разговаривают. Есть много семей, где телевизор говорит постоянно или что-то из интернета звучит постоянно. То есть нужен всё время некий шум. И вроде бы это просто шум, но говорят, ну так, разговаривай, так, слушай, это в полуха. Но в полуха это я слушаю. И это тоже некий информационный шум, который не даёт мне задуматься о себе. Такая интересная анестезия. Это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы. Вот, допустим, возьмём те же любимые нами и многократно упоминаем в наших передачах и беседах социальные сети. Чем очень люди заняты в социальных сетях? Спорами, критикой друг друга, осуждением, обсуждением, чтением бесконечного потока новостей. Отглядыванием за чужой жизнью. Да, за чужой жизнью. Не важно, политические новости, светские новости, криминальные хроники, прогнозы на будущее, политические, экономические, мрачные, либо оптимистичные и так далее, и так далее. То есть наше внимание бесконечно привлечено к каким-то событиям чужих жизней. Не то, чтобы я призвал полностью абстрагироваться от мира вокруг нас и стать отшельником, но давайте посмотрим, что нам остаётся для себя. Вот у нас есть наша работа, в которой мы, неважно кем бы ни работали, она поглощает очень много нашего внимания. Есть проблемы, есть их решения, есть проблемы доходов, расходов, отношения с коллегами, отношения с начальством, с подчинёнными, с кем угодно. Но чего нам, обычно, наша работа не оставляет, это времени для размышления о себе. Звонок? Да, есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Вот говорят иногда, вот он же или она занимается самокопанием, и отговаривают от этого, что это нехорошо самокопание. Вот самоанализ и самокопание – это одно и то же, или нет. Спасибо. Я думаю, что самокопание – это принятое название самоанализа заранее с ноткой осуждения. Есть ещё такое, ещё более такое выражение – ковыряться в себе. Люди говорят, ну это надо, ковыряться в себе, самосеки, который в чём-то ковыряется, это ни с чем хорошим не ассоциируется. Не знаю, ковыряться в носу, расковыривать рану, или ещё что-нибудь подобное делать. Я думаю, что самокопание, ну если возьмём слово «самокопание», как некие раскопки, пойдём к археологии, допустим, если мы делаем такие раскопки в себе, ничего плохого в этом нет. Но опять, Лариса, это вопрос, с какой целью мы этим самокопанием занимаемся. Если мы ищем в себе бесконечные поводы для критики или самоуничижения и так далее, ну, наверное, это не очень хорошо. Если мы пытаемся действовать рационально, как я уже говорил, без ноток осуждения, без расставления каких-то оценок и так далее, то мы, наверное, стараемся себя понять. То есть, так вот, возвращаясь тому, на чём мы остановились, где же у нас есть время, чтобы просто посвятить его себе. Это парадоксально и достаточно грустно, на мой взгляд, звучит, что у нас есть время для всего, кроме того, чтобы понимать самих себя. Я когда-то, много-много лет назад, разговаривал с одним мудрым рижским раввином. Мы разговаривали по празднику Еврейский Новый Год, который, кстати, вот-вот наступит. И мы его обсуждали. Я тогда ещё был достаточно далёк от иудаизма. И, как мне объяснил раввин, Еврейский Новый Год отличается от общепринятого Нового Года. Это, как он сформулировал, это день, когда, несколько дней, там наверху в базу данных заносят всё, что ты сделал плохого или хорошего за этот год. И вот перед этим днём надо сидеть и размышлять про такую внутреннюю ревизию. Как ты прожил этот год, что ты сделал плохого или хорошего. И я спросил, ну, если у что-то плохое, надо заниматься самобичеванием, надо себя ругать, винить и так далее, и так далее. Равин ответил мне, нет, это никому не нужно, это терзать себя, бичевать и винить не принесёт никому никакой пользы. Просто стоит понять, что ты делал не так, в чём была твоя ошибка, в чём было заблуждение, осознать это и принять решение, постараться не повторять этих ошибок в дальнейшем. Мне эта формулировка очень понравилась. Вот мне кажется, она идеально описывает... Вот это самоанализ. Суть самоанализа. Он беспристрастный, до какой-то степени бесстрастный, и он к себе достаточно строгий, но по возможности объективный. Понятно, что мы всё себя воспринимаем субъективно, как и всё вокруг. Но если мы стараемся, вслушивая себя, не обязательно это только поиск ошибок, на самом деле. Как я себя ощущаю? Что происходит в моей жизни? Начиная от базовых вещей, что происходит в моей работе? Здесь проблемы в чём они заключаются? Как мне кажется, откуда они? У меня есть конфликты с начальством или с коллегами, что является их источником? Что-то, возможно, я делаю не так, и об этом стоит задуматься. Опять, не в плане бичевания себя, а в плане анализа, понимания, где что-то пошло не так. Если есть проблема, я начинаю думать, как её можно решить. Каким образом? Мне надо что-то изменить в себе. Если изменить, то как? Если я ощущаю, что ко мне относятся несправедливо, как я могу себя защитить, как я могу за себя постоять? Это тоже, что касается работы. То, что касается наших отношений с близкими людьми, что происходит? Мне одиноко, мне не одиноко. Что происходит в моих отношениях с членами моей семьи, с друзьями или просто с окружающими людьми? Как я ощущаю себя в этих отношениях? Я не одиноко или, наоборот, нехорошо у себя дома? Если есть какой-то конфликт с кем-то из моих близких, возможно ли его разрешить? Если возможно, то как? Кроме того, мне кажется, наш самоанализ может касаться каких-то вопросов, а чем я живу? Что меня интересует? Есть такой термин саморазвития, он меня иногда раздражает, что таким идолом каким-то становится. Все должны саморазвиваться. Что-то под саморазвитием мы что-то подразвивают какие-нибудь психологические марафоны, духовные практики, духовные практики, вообще какие-то загадочные вещи. Но, опять, кто я такой, чтобы кому-то указывать, как ему развиваться? Но вот это глобальное размышление, чем я живу? Что является моими ценностями? Чем наполнена моя жизнь? Нет ли ощущения, что моя жизнь превратилась в какую-то рутину однообразную, которая меня утомляет? А, возможно, я ощущаю, что я живу постоянно в каком-то плохом настроении или в тревоге. Если это так, откуда это и что с этим можно сделать? А, возможно, вслушивая себя, я понимаю, что это не так с моим физическим здоровьем. Это тоже вопрос, что же с этим делать? То есть вот то, что было в определении анализа, это составные части, которые мы исследуем. Которые мы исследуем. Но вот здесь тоже возникает сразу вопрос. Если мы говорим о физическом здоровье, то, скорее всего, у человека может быть ощущение, что у него, условно говоря, болит нога, но только врач, наверное, может сказать, это физическая травма, эта причина заключается, может быть, в другом органе, который даёт осложнение. точно так же, может ли как раз-таки человек сам размышлять о том, что ему изменить в жизни, если, может быть, нужен какой-то взгляд со стороны? То есть мы опять вот говорим о том, что здесь может мне быть необходима помощь, не знаю, психотерапевта. Во-первых, в результате самоанализа человек может прийти к тому, что ему нужна, и от чьей-то помощи. То есть есть какие-то вопросы, с которыми я не справляюсь, есть проблемы, которые повторяются, а я не понимаю, почему это снова и снова происходит, и тогда я прибегаю к чьей-то профессиональной помощи. А может быть, прежде чем к психотерапевту, я хочу это обсудить с моими друзьями, с моими близкими. Но у нас у всех есть друзья, которые в какой-то сфере являются для нас авторитетами. Или люди, про которых мы точно уверены, что они нас любят, что они к нам относятся душевно, что от них не приходится ждать каких-то предательств, ударов по больным местам. То есть, возможно, что-то обсудить с ними тоже. Я думаю, что, по идее, у каждого есть хотя бы один друг, с которым ты можешь обсудить всё, что тебя как-то беспокоит. И это тоже немало. Не надо делать с психотерапевта друга. То есть, терапия – это профессиональные отношения, а дружба – другое. Кстати, по-моему, в Синеке, сборной нравственной письма к Луцилию, я сейчас не поручусь за точный текст, он цитирует кого-то из философов Стояк, который Стояк говорит, «Мне наконец-то удалось стать другом самому себе». Это очень хорошая формулировка. Ну, а я сразу вспоминаю, как старую шутку, о разнице вот менталитета, словно говоря, американца и русского, что там, где американец идёт искать психотерапевта, ложится на кушетку, рассказывает о своих бедах, обычно русский зовёт друга, и они за бутылкой водки, в общем, все эти проблемы проговаривают на кухне. Я думаю, то и другое, несколько стереотипные представления. Да, наверное, в Америке походы к психотерапевтам более приняты, чем... Опять, про Россию я мало что знаю, но в России тоже большое количество психиатров и психотерапевтов, то есть это тоже совсем не то, что было когда-то. Ну, опять же, у меня был когда-то на приёме пациент, американец, которому было уже за 50, и я его спросил, отчего ты не ходил к психотерапевту у себя в Америке? Там же это развито. Он говорит, в Нью-Йорке, может быть, а в наших сельскохозяйственных штатах это не очень принято. Так что, в общем, это тоже несколько несправедливое обобщение. Ну да, Америка тоже очень разная. Давайте задумаемся, всё интересно. Мне кажется, очень парадоксально, по идее, кто нам ближе самих себя. И почему же при всём при этом мы так мало думаем о себе и так много времени посвящаем не таким уж существенным вещам. Ну, не знаю, люди, которые с пеной на губах сражаются на тему прививок-непрививок или позиции в российско-украинской войне или ещё в чём-то. Это серьёзные темы, которые, безусловно, каждый из нас пытается к этому выстроить своё отношение. Но когда неважно, какая тема съедает такое количество наших сил, нашей энергии, и мы на это тратим часы, вот я часто есть ещё некоторые передачи, где я участвую, я получаю такие письмо-вопросы. Я целыми днями думаю об этой войне, я не могу оторваться, я постоянно слежу за новостями, я должен держать руку на пульсе. Вот ощущение, что если я не буду этого делать, то всё пойдёт плохо. То есть, какая вот иллюзия контроля. Мне спрашивают, что со мной, почему я это делаю? Я говорю, что вот это в зависимости от новостей, даже, казалось бы, из лучших побуждений. Ты занял какую-то сторону конфликта, ты уверен, что твоя сторона хорошая и справедливая, и ты должен всё время, всё время следить. Но на самом деле это очень похоже на одно из классических определений зависимости. Зависимость – это такой способ ухода от своих проблем. Любая причём зависимость. Поэтому, если ты вместо того, чтобы думать о себе, о своей жизни, о своей личности, о том, что происходило, происходит и будет происходить в твоей жизни, бесконечно размышляешь о чужих жизнях, чужих событиях, особенно о тех, которые даже повлиять-то не способны, по большому счёту. Можем влиять как-то на судьбы близких нам людей, можем как-то влиять на судьбы людей, которые страдают и нуждаются в нашей какой-то непосредственной помощи. Но вот этот бесконечный новостной поток, в котором мы утопаем и ничего не решаем, это, конечно же, для меня кажется совершенно очевидным, что человек делает всё, лишь бы не слышать себя. Человек делает всё, лишь бы не понимать, отчего мне так тревожно, что не так в моей жизни, что с этим надо делать. Конечно, проще бесконечно за что-то или с кем-то сражаться. Ну, это, в принципе, позиция, ну, как сравниваю, там, страуса, который прячет голову, но действительно, это, ну, нежелание видеть проблему, может быть, этот страх с ними сталкиваться. Да, у нас есть звонок. Здравствуйте. 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 Ну, я по поводу беспристрастности психотерапевтов, я бы сказал, что я не верю в это. То есть, если вот я, например, хочу разобраться в ситуации, а человек, ну, психотерапевт, допустим, хочет просто обвинить меня и применяет манипуляции, преследует свои интересы. Простите, можно уточнить, а вы это реальный случай, выходили к психотерапевту? Да, но я все из своей жизни. Например, вот, паразитирование на других, господство, доминирование, превосходство. То есть, у нас диалога не получится. Правильно? Правильно. Например, вот есть фирмы черных риэлторов, где психолог находит жертву, а юрист разводит жертву, чтобы она подписала договор в ущерб себе. Знаете, я не готов оппонировать фильмом, где про черных риэлторов. Это не фильмы, это из реальной жизни. Ну, очевидно, моя жизнь скучная, я с тем не стал. Нет, подсумните, есть люди, есть, хорошо, есть мастер Маргарита, да? Да. Воланта, Зазела, Бегемот, Клечатый, у них методика морочить голову людям. Как вот эта методика называется, не скажете? Спасибо. Я, честно говоря, как-то не совсем понял даже вопроса. Методика морочить голову людям? Ну, Воланта и его команда не имеют отношения к психологии и психотерапии, какие-то манипулятивные методики, они присутствуют. Ну, я на ваш ответ могу только сказать такую вещь. Если вы приходите к психотерапевту, который вас обвиняет, критикует и так далее, это, ну, наверное, вам не повезло с психотерапевтом. Возможно, вам тогда стоит поменять психотерапевта, потому что терапия точно не сводится к критике пациента. Я не думаю, что вот у нас просто вот вам так не везло массив, что всю жизнь попадали к психотерапевтам, которые вами манипулируют, критикуют это. Или вы очень невезущий человек, или вы, может быть, не совсем правильно оцениваете реплики психотерапевтов. Не знаю. Насчет черных копателей и продажных психологов-юристов это вот не ко мне. Нет, есть психологические познания, которые можно употреблять с манипулятивными целями. Это известно. Есть профессиональные манипуляторы, есть мошенники, но это не имеет никакого отношения к психотерапии. Но, кстати, на то и существует в том числе самоанализ. Для того, что человек мог задать себе вопрос, что происходит. Допустим, вы пришли к психотерапевту у вас ощущение, что он делает что-то не так. Во-первых, вы можете поразмыслить, что он делает не так. Он меня действительно оскорбляет, он указывает, что мне делают, пытается управлять мной. Или я какие-то вещи, которые всплывают по ходу терапии и мне не нравятся, меня задевают, я за это на него сержусь. Кроме того, в психотерапии всегда есть у пациента совершенно священное право, которое обычно озвучивается в самом начале терапии. Вы имеете право говорить своему психотерапевту все, что вы чувствуете, в том числе и по поводу того, как он с вами работает, что вам нравится или не нравится, что вам кажется оскорбительным или задевает. То есть, когда вы говорите с моим психотерапевт, то у меня ощущение, что вы манипулируете или вы меня оскорбляете или еще что-то, вы можете это сказать, можете вступить с ним в диалог и проанализировать то, что происходит. Ну, наверное, для этого нужно как раз-таки проанализировать себя, свои какие-то эмоции, свои ощущения. Ну, смотрите, вообще психотерапия, да, психотерапия – это профессиональный анализ того, что с вами происходит. Но, но вы же не находитесь на психотерапии семь дней в неделю 24 часа. Психотерапия все подразумевает, что вы уходите от своего психотерапевта и продолжаете думать о себе. То есть, тот же самоанализ все равно часть вашей психотерапии. Вы о чем-то, человек о чем-то думает, потом приходит к своему психотерапевту и говорит, я вот думал о том-то, и мне пришли в голову вот такие-то мысли. И это вы продолжаете обсуждать своим терапевтом. Да, у меня сразу возник вопрос, а вот не напоминает ли психоанализ такой традиции, которая иногда существует в семьях, когда собирается семья за ужином, каждый рассказывает о том, ну вот как прошел его день, какие были у него успехи, какие были трудности. И вроде бы здесь получается такой сеанс групповой терапии. то есть, ну вот вроде бы каждый рассказывая о том, что произошло, невольно как бы дает, ну вот размышляет о том, а было ли все удачно, что сделал я, достаточно ли для того, чтобы, ну все ли я сделал правильно, может быть я в чем-то ошибался, может быть наоборот. Если в семье существуют настолько доверительные отношения, это не обязательно, что она такая группа, что села, села вокруг стола, иначе говори, а у меня так-то, а у меня так-то, я такого не встречал, честно говоря. Но мне кажется, если в семье есть доверительные отношения, если вы можете хотя бы с глазу на глаз или втроем обсуждать, что у кого происходит, делиться, чувствовать, делиться воспоминаниями, это не терапия, но само по себе терапевтично. Сама по себе атмосфера доверия, что ты можешь себя в семье чем-то поделиться, и те за это не начнут немедленно критиковать, уже хорошо. И опять, тоже в семье, когда люди говорят, кому-то может показаться, что его критикуют, он может сказать, а зачем ты меня критикуешь, когда я делюсь тем, что у меня накипело. И вот, в соответствует, критикуют его, было ли его визави намерение критиковать, или эта критика происходит неосознанно, и тогда он может сказать, извини, наверное, так получилось, наверное, я не прав. или он может сказать, я тебя не критиковался, просто делал тем, как я это вижу, ты это воспринимаешь как критику. То есть, это и есть атмосфера доверительного дела, где уже происходит анализ с обеих сторон. Наверное, надо потихоньку подходить к финишу нашей передачи. Я бы хотел, чтобы наши слушатели вынесли из этой передачи следующее. Немножко повторюсь. Попробуйте посмотреть на свой день, на неделю, на месяц. Попробуйте заметить, ответить себе честно, где есть те моменты, когда вы начинаете о себе думать. не мимоходом, не делая какие-то, что это мелькает, что ты, и ты моментально туда отвлекаешься. Не на фоне идущей передачи или еще чего-нибудь, а просто хоть сколько-то минут и сосредоточен сам на себе. Ты пытаешься найти ответы на вопросы, которые перед тобой стоят реальность. ты пытаешься разобраться, что происходит в твоих отношениях личных, профессиональных, что с твоей самооценкой. И опять у нас привычка уже, что информационно-развлекательные потоки постоянно нас сопровождают или мы, в общем-то, казалось бы, оправдно думаем о бесконечных проблемах, хлопотах, делах и так далее. и так далее. Но опять, если у нас нет места в сутках для самого себя, и я имею в виду не только что-нибудь вкусное съесть или посмотреть хорошее, а для самого себя, чтобы подумать о себе, это, наверное, печально. Значит, что-то пошло не так, и стоит задуматься, почему я от себя отвлекаюсь. И возвращаясь к тому, с чего мы начали, с эксперимента на этих экспериментах, исследования, проведённого на пожилых людях, наверное, если люди каждый день тратят энное количество времени, чтобы о себе думать, себя слышать и понимать, это одновременно хорошее упражнение для интеллекта, потому что где-то в первую очередь интеллектуальное исследование, это хороший практик, чтобы слышать свои эмоции и понимать их, это хороший практикум для того, чтобы осознавать свои плюсы, минусы, промахи, ошибки. То есть, в общем-то, как мы на тренировках занимаемся своим телом, это хорошее, мне кажется, параллель. Мы не сидим, играя на клавиатуре или переключая пультом телевизор или ещё что-то, мы занимаемся своим телом, мы прокачиваем мышцы, растягиваем связки, силы, гибкость и так далее, и так далее. Точно то же самое мы делаем, размышляя о себе. Мы прокачиваем, можно так выразиться, свои мысли, свои чувства, свои проблемы, мы целиком погружены в себя. Это вообще то, чего обычно каждый человек ждёт от тех, кто его любит, что о нём будут думать, будут прислушиваться, о нём будут заботиться. Вот то же самое стоит сделать самому для себя. Мне кажется, одна из лучших услуг, которую мы можем сами себе оказать. Диагноз недели и Ариэль Резник-Мартов. Спасибо большое. Теперь до встречи через понедельник. До свидания. Всего доброго.